Президент США Джо Байден Пекину и Вашингтону предпринять правильные шаги для развития двусторонних отношений При этом никакого совместного заявления по итогам переговоров изначально не планировалось Мы провели много времени вместе, когда мы оба были вице-президентами И у нас состоялось много откровенных и полезных бесед с тех пор, как я стал президентом Я считаю, что нам полезно встречаться лично и вести честную дискуссию Я продолжаю быть приверженным принципу, что наше общение должно строиться на принципах взаимного уважения Мы должны держать открытыми каналы связи У наших двух стран накопилось много вопросов, и я думаю, что мы можем справиться с этим Байден также заявил, что Соединенные Штаты и Китай будут играть ключевую роль в решении глобальных проблем По словам главы Белого дома, это касается как климатических вопросов, так и продовольственной безопасности Как сообщалось ранее, Вашингтон рассчитывает выстроить основу для отношений с Пекином А также выработать правила, на основе которых страны смогут конкурировать При этом Байден заявил, что идти на фундаментальные уступки он не хочет Главная цель саммита – прояснить, каковы красные линии, за которые ни США, ни КНР переступить не могут Отсудим случившуюся встречу, с нами на прямой связи синолог Никита Кузьмин Синолог, докторант факультета языковой цивилизации Восточной Азии, университета Пенсильвании Здравствуйте, Никита, спасибо, что присоединились Здравствуйте, спасибо за приглашение Какую оценку можно дать встрече Байдена и Си Дзиньпина? Это, безусловно, очень важная встреча, особенно для Си Дзиньпина Потому что в октябре произошел 20-й съезд партии, на которой Си Дзиньпин был переизбран, скажем так, на третий срок То есть тем самым он укропил свои позиции на ближайшие пять лет В качестве лидера также сменилось высшее полюбюро И теперь оно состоит полностью из людей, которые лояльны Си Дзиньпину И интересно, что в программных речах, которые Си Дзиньпин читал после избрания Не было ни слова сказано о внешней политике Все было направлено на внутреннюю политику То есть после укрепления своей власти в самом Китае Сейчас этот саммит на Бали Прекрасная возможность ему показать себя в качестве укрепленного лидера Китая на мировой арене Естественно, очень важно то, что они встретились с президентом США заранее, да То есть за день до официального начала и проговорили три часа То есть для Си Дзиньпина это, безусловно, очень важная встреча для укрепления своей Для позиционирования себя как мирового лидера И, безусловно, последние годы, конечно, Китай Это чувствуется в повестке китайских и министров иностранных дел Ван Йи И других представителей Компартии, которые встречались на протяжении последних нескольких лет Активно с представителями американского эстеблишмента Китай выходит на мировую арену Китай себя мыслит в рамках, как глобальный игрок наравне США Вообще, если стороны обсуждали все-таки вопрос Тайваня Можно ли предположить, что Вашингтон, например, предостерег Пекин от попытки устроить аннексию вторжения на остров? Это очень, безусловно, вопрос Тайваня, очень важный вопрос Но для Китая он не является внешнеполитическим Для Китая, для континентального Китая Тайвань является одной из провинций Тем не менее, какие-то возможные агрессивные военные вторжения на остров Которые де-факто являются независимым государством Могут быть одной из возможных, скажем, такой из карт Которые Си Цзиньпин может использовать, опять же, для укрепления своей власти Для того, чтобы поднять свой рейтинг У него сейчас, безусловно, в самом Китае из-за ковидных ограничений очень большие проблемы Потому что ковидные ограничения, как мы знаем, сказываются очень негативно на ВВП Китая Также на настроениях людей Потому что буквально в Китае сейчас установилась такая хорвеловская система Когда без кода, без зеленого кода ты не можешь никуда прийти В IT, тебя могут закрыть как угодно К сожалению, в СМИ не так часто на эту тему говорят Но очень важно, что последние вот именно несколько лет В связи с ковидом, в связи с пандемией Устанавливается все более и более жесткий контроль над обществом Естественно, обществу это тоже не нравится Но при этом, кстати, также говорилось, что есть некий раскол в китайских элитах Которые уже не так поддерживают Си Цзиньпина И, собственно, даже прекращают инвестирование своего рода в страну Безусловно, то есть чем больше Китай становится такой авторитарной страной Чем больше государство вмешивается в жизнь общества Конечно, тем более Китай становится привлекательной для иностранных инвестиций Это, естественно, так Но Китай, еще раз я хочу подчеркнуть, что последние годы Китай старается все больше и больше себя позиционировать Как большое государство, как великое государство И интересно, опять же, что в ремарках, которые Несмотря на то, что не было, безусловно, как вы сказали Не было их общего Вот, кстати, почему стороны не делали вообще итоговых заявлений По результатам переговоров? Ну, вероятно, им не смогли они договориться То есть они выразили свои позиции, которые, в принципе, сам Я, по крайней мере, читал официальный отчет на сайте агентства Синхва Отчет о визите Си Дин Пина В котором он подчеркивал о том, что мы идем... То есть Китай, у Китая свой путь У США есть свой путь Мы должны уважать друг друга То есть он, в принципе, с одной стороны, он говорит о том, что мы... То есть он не угрожает США Он не говорит о том, что мы хотим захватить весь... Ну, грубо говоря, да, то есть установить мировое господство Он говорит, что вот у нас свой путь У нас социалисты, китайские специфики У США свой путь, у вас капитализм То есть у нас и не нужно, скажем, на нас, например, ваши ценности и так далее Нам их навязывать У нас свой путь, который наше все общество поддерживает Что, в принципе, конечно, не совсем является Спасибо большое, Никита Кузьмин, синолог Докторант факультета языковой цивилизации Восточной Азии Университета Пенсильвания Спасибо, что присоединились Спасибо, Никита Кузьмин